Советский ребенок, у которого всегда в душе играем молдавского внука. Я не близок вообще к валенкам всех государей. Нельзя допускать вольности в таких вещах. Господи, кому я нужен с этим смешанным и так дальше? Делаем неделю мероприятий под вашей гидой в Бельсах. Здрасте, Николай. Здрасте. Здрасте. Боже, какие цветы. Это что, мне? Да, это вам. Сегодня у нас очень хороший день. Яско-Кишиневская операция. Поэтому от меня вам цветы и крепкого здоровья. Плюс от моего фонда. Я хотел это сделать в Бельсах в этом году. Мы планировали первый раз галу премиум унитэм проводить в Бельсах в этом году. И мы подготовили... Пойдемте туда. Так давайте здесь в рабочей остановке у вас. Это же вы там подработает рабочий стол. Все подположите. И я подготовил несколько сюрпризов для вас. Потом мы подготовили Анатолу Панзару, там дом, где он жил в Бельсах, мемориальную доску. Там приготовили медаль волонтира. Я как бы думал, что мы с вами встретимся в марте в Бельсах. Ну так, как планировали. Но из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок это мероприятие. Поэтому я пришел вам сказать спасибо за ваше творчество. За то, что... А что, медаль Михая есть? Не-не, медаль Михая. Это одно мероприятие. Но мы придумали в рамках УНИТЭМ. Значит, потом должны были открывать мемориальную доску Панзару в доме, где он жил. Я там сделал ремонт, сделали эту доску. Все согласовали там с семьей, мемориальную доску. Вот. И хотели вас на этом мероприятии поздравить, ну, в рамках ГАЛО УНИТЭМ. А тут это как все перенеслось. И тут Яско-Кишневская операция, Южный Гром. А вы человек, который не просто нас, скажем так, сделали известными на весь мир. Но продолжайте работать и сегодня, что нас удивляет. От фонда... Так что Яско-Кишневская, я сейчас с этой Яско-Кишневской затрата. Почему? Потому что... Все знают ходовое название Южный Гром. Да нет, все это знают. Это культовая картина. И мне звонят, и поздравляют. И 40 лет как в фильме уже. Я говорю, очень хорошо, спасибо, спасибо. Как вы живете, я говорю, нормально живу. После инсульта как может человек быть? Болеет, выздоравливает, и так далее. Что, берите, вот это нормально. Потому что чисто. Николай Трофимович, от меня, как от мэра города Бельц, и просто как от советского ребенка, потому что я себя считаю советским школьником, но как раз я застал всю эпоху. Вот, и от моего фонда вам премия, вот за ваше творчество, за то, что вы сделали, за то, что продолжаете работать сегодня. 100 тысяч лет фонда. Это премия для... Это самое маленькое, что мы можем сделать, чтобы... В общем, это за ваш труд, за вашу работу, и будут какие-то идеи, скажем так, связаны, может быть, с кинематографом, я с удовольствием поддержу, потому что получается так, что прожив в Москве 15 лет, до возвращения в Молдия в 14-м, у меня, вы знаете, была возможность познакомиться со многими выдающимися людьми, артистами, режиссерами, актерами, то есть, да, есть несколько людей, знаете, с которыми я не успел познакомиться при жизни, потому что это было нереально, например, познакомиться с Бусоцким, потому что у меня, когда мне было два годика, да, но вот то, что в Москве там когда-то познакомился с Софьей Ротару, познакомился там с Мерзликиным Андреем, с Светланой Толмой, то есть, они приезжали, мы в Бельцах проводили там Дни Российского кино, Мерзликин со Светланой приезжали в Бельцах, значит, мы проводили мероприятия там, очень рад, что успел познакомиться, но не успели записать письма там с Муслимом Агамаемом, я не знаю, если вы в курсе, у нас же в Высоцкого самый большой памятник, но Никита приезжал когда на закладку первого камня, то есть, мы сделали не просто памятник, а я, это была идея моего детства, сделать композицию, ну, памятник все приходят на возложение на дату смерти и на дне рождения, в Бельцах у нас сцена для музыкантов, то есть, композиция Высоцкого, она 500 квадратных метров, то есть, стена, стихи, лавочки, то есть, это реально популярное место, куда не приходят на дату смерти или дня рождения, то есть, это популярное место и у взрослых, и у молодежи каждый день, независимость. Молодцы, молодцы. Вот, если нужно будет Вам для нового фильма случайно что-то, кто сыграет Берию, можно будет меня постричь и... И будет Берия, да. Нет, ну, это, понимаете, работа идет над этим сценарием, с мершем. Вот, серии 5 уже сделано, но я как-то отбросил, думаю, Господи, кому это все нужно? Никому я не найду никогда денег, чтобы издать, то есть, даже снять, ну, с Игорем там и так дальше, потому что я после инсульта, после всего, я хожу, но, сами понимаете, выходить особо из дома я не выхожу, но, в всяком случае, с миром я смотрю новости, и говорю, Господи, слава Богу, что там нормально, там нормально, там нормально. И люди живут в мире и так дальше. У меня звонят многие из других городов, мои друзья, которые остались из Москвы, которые живы, но... Мы скажем, что... Ну, Вы знаете, я не соглашусь с Вами, что сегодня нельзя найти даже финансирование на такой проект, потому что таких советских, как я, еще много, то есть, я имею в виду те, кто родились в конце 70-х, я имею в виду мои ровесники, то есть, ну, вот, мне там 41 год, и это, может быть, те, которые родились после 90-го, это для них, ну, скажем так, не... может быть, не актуально, не интересно, но все те, которые... Я говорю про своих ровесников, и даже людей постарше, я уверен, что такой проект можно реализовать, то есть, брошу клич, я поучаствую, я каким-то образом, я уверен, что мы найдем людей и в Украине, и в России, то есть, это не будет какой-то сугубо там наш проект за счет... Нет, это дом бедный международный государственный. Да, понимаете, под... Это СМЕРШ, это серьезная организация, Да, просто МЕРШ, я знаю. У меня собрано очень серьезно. Во-первых, у меня СМЕРШВИЦ был на кодовом названии Женой Грома генерал Белоуса Михаил Артемьевич, а он связан очень тесно с Молдовым. Он сопровождал Антоневскую Москву. Он был руководителем литерного поезда, где был Антоневскую, где был Михаил Антоневскую, и тогда еще общался с ним, он оставил воспоминания Михаила Артемьевича. Это мой консультант был по коду названия Женой Гром. У меня в этом отношении вот вся вот эта... Я про тот период, я почему вам сказал про Берию, у меня была возможность петь лет назад, я там в санатории, в одном из санаториев познакомился с Алферовым Жаром Ивановичем, и когда говорили про Берию, вот он рассказывал, ну как человек, который те события помнит и так далее, он говорит, вот когда мы долго обсуждали Ежова, он рассказывал свою версию, ну имя событий тех лет, и он когда говорил, что он говорит, когда вот убили Берию, и говорит, все ученые плакали, он говорит, вот убили нашего Лаврентиюшку, да, и понимаете, когда-то читаешь, не в учебнике история рассказывает человек, Алферов тогда еще не знал, что он станет лауреатом Нобелевской премии по полупроводникам, и у меня была возможность, я охотник, рыбак с детства, на одной охоте познакомился с одним из шести водителей Берии, представляете, это было где-то семь лет назад в Тверской области, и там очень активный, как его называли, один самый активный житель нашего села, в селе, в деревне жило два человека всего, и один из них был дядя Коля, один из водителя Берии, представляете, а я, который вырос на советских фильмах, ну, то есть для меня это не могло быть... Мне неудобно, что мы пойдем туда, да, могу, да. А кому очень хорошо, вот рабочая, ты же здесь работаешь, вы же здесь работаете. Да, это у меня... Подпиши. А, хорошо, хорошо, сынок. Ты торопишь события? Не, не тороплюсь, разговаривайте, общайтесь. Ну, параллельно я не умею, это вы умеете, и все ваше поколение параллельно умеет, и Дадон умеет параллельно все делать, и все. Ну, у нас, то есть вот эти годы, которые прожил там, в Москве, именно события тех лет, про которых условно мог прочитать только в учебниках истории, когда... В Москве вот когда познакомился и с Никитой Высоцким, потому что я обсуждал с ним проект, ну, открытие строительства памятника Высоцкому в Молдавии, и все-таки годы, прожитые в Москве, они, скажем так, подарили мне возможность познакомиться со всеми, про которых я раньше только читал, но я имею в виду, которые остались... Остались при жизни. Часто приглашал, многие в Бельцах были, как бы и Никита же приезжал, когда закладывали первый камень, это было еще 2010 или 2011 год, когда он приехал первый раз, и планировали, даже обсуждали какие-то фильмы, ну, вот эта вся ситуация, то, что произошло в Украине, потом у нас, разные такие шатания, назовем их, происходили, вместо того, чтобы как-то эту ситуацию все объединили. Вообще даже сейчас нет смысла снимать кино о шатаниях политиков, потому что... Ну, что... Даже не о шатаниях, из-за шатания, я бы сказал. Из-за шатания политиков нельзя снимать. А так-то что? Мы... Все равно, то, что связано с Молдовой, я вот, я читал, была статья про вас, по-моему, это было к вашему юбилею, там, одно молдавское издание написало, там, цитаты из вашей жизни. И там были написаны две ваши фразы, две цитаты. Одна, что то, что вы родились в деревне, говорит, я вышел из леса, но я нашел дорогу, дорогу к жизни. Это точно. Да. И второе, то, что вы сказали про... Была очень интересная ваша фраза того, что... Про родные места. Что родные места, это сон, который... Это сон, который вам снится с раннего детства. А я был советским ребенок, у которого всегда в душе играл молдавская музыка. Я всегда в Москве даже был гастарбайтером. Я представлялся молдавским гастарбайтером. Я так представляюсь по сегодняшний день. У меня нет никаких проблем на эту тему. Просто все культурно-массовые мероприятия, которые проводили в Молдавии за последние шесть лет, мы все проводили сами. То есть никогда не было какого-то интереса со стороны. Стороной, чтобы сказать, что давайте проведем там дни кино, дни культуры. То есть все это чаще всего блокировалось, чем... Ну, как вы знаете, мне, например, очень больно, что этот Валенок Дадон, не пропагандируется, он не суть в пятилетии Яско-Кишиневской операции. Нет, ну, он автопробег устраивал вчера, там как-то участвовал, но... Автопробег, это, ну, для любителей машин. Да. А это более эмоциональная дата. Эта дата памятна, ну, как бы словно сказать, народу, потому что Яско-Кишиневская операция, это удивительная операция, одна из операций Великой Отечественной войны, из главнейших операций. Там вошло же, да, висперы, как одна из... Вот, и... Я не потому, что там, допустим, они выпустили, по-моему, какую-то медаль, ну, Борис Шаповалов очень много выступает и говорит, он историк, по-моему. Все, сейчас все даже стали участниками Яско-Кишиневской операции. У меня такое впечатление, что они сыграли важную роль в этой операции и так дальше, там, подобное. Ну, это вина президента. Нельзя допускать вольности в таких вещах. А они допускают вольности. И это не... Они мне неприятны, эти вольности, потому что я, когда делал фильм кодовое название «Южный гром», у меня был потрясающий генерал Михаил Артемьевич Белоусов. Он смершевец. У меня десятисерийный сценарий. Он готов давно, но я уже сказал, господи, да кому я нужен с этим смершем и так дальше. Смерчи всякие, всякие голые бабы, голые мужики – это модно. А делать что-то серьезное, а нам бы надо что-то сделать серьезное. Именно Молдову возродить в кинематографе, к сожалению, о нас забыли. Я не потому что, допустим, не обращают внимания на меня. Я не близок вообще к валенкам всех государей. Не тех, кто был. Они знали мой характер, что я грубоватый, что я могу нагло посадить на место. И когда говорили, а ГИБО, Игорь, лучше без подальше, подальше, подальше. А может быть, Игорь, если пройдет вся эта ситуация, что можно было собирать любую, наверное, в том же кинотеатре. Я готов. Во-первых, мне дали справку еще в марте, что есть Николай Трофимович, а есть еще три человека, вот есть вы, и есть еще два человека, кто снимался в самом фильме. То есть мне сказали, 4 человека, правильно помню? 4 человека. И вот мы можем, у нас в Бельцах все ровно. Я имею в виду сделать там не кино, то есть сделать мероприятие, скажем так, под вашей агитой, там кинотеатр Патрио, он не наш, но он уверен, пойдет нам на встречу. Я имею в виду, то есть делать показ кино. Ну, то есть у нас на эти мероприятия всегда приходит очень много людей. Вот любое мероприятие, которое люди знают, что если организовывают, то организовывают как надо. И пригласить тех, кто может приехать. Я имею в виду, может быть кого-то. То есть, если вам интересно проект какой-то включен, пригласить ваших друзей. Ну, кто остался в живых. Хорошо из актеров, но я имею в виду, может быть вы кого-то захотите увидеть из режиссеров, из ваших друзей из России и Украины. Не обязательно связано с этим фильмом. То есть вокруг фильма проводим само мероприятие. А если вы пригласите каких-то своих друзей, у которых будет идея, например, другие картины показать. То есть, например, сегодня кодовое название «Южный гром», на следующий день показ там другого фильма, там, коллеги из России и Украины. То есть, именно мы говорим про Советский Союз. Понимаешь, кто сможет при этом, мы найдем возможность профинансировать дорогу. Мне лично нравится. Да, и под вашей идеей, Николай Трофимович, вы хотели бы на этом мероприятии увидеть ваших друзей-режиссеров. И даете мне фамилии из России, Украины. Еще раз, говорим про Советский Союз. То есть, вы дадите список, мы посмотрим, как организовать логистику. Все приезжают к вам гости, и мы проводим эти мероприятия. Делаем неделю мероприятий под вашей гидой в Бельсах. И вы увидите ваших друзей. Я думаю, с удовольствием в Молдавию приедут, посмотрят те, кто есть. Всегда такие приглашения на ура. Мерзликий, помню Андрюха. Андрей из молодых, он приехал и не раз. После этого уже, говорит, а можно раз в два месяца? Андрей, он хорошо знает. Андрюха, он уже бедный. Прекрасный артист. Он хороший артист. Прекрасный артист. Видишь, опять же, когда... Его же все узнали как бумер, условно, знаешь, молодежи. Но есть фильмы другие, которые он... Брестская крепость, чего стоит. Да, Брестская крепость. Танки. Я помню, в Бельсах он делал презентацию. Он был когда со Светланой Томой. Мы приехали, помню, с Криковских подвалов. И он говорит, слушай, у меня через две недели в Москве в Барвихе презентация зеленой кареты. Он говорит, ладно. Он говорит, через две недели в Москве, тем более там какие-то сложности. Он говорит, давайте завтра в Бельсах презентация. И он запускает зеленую карету. В Москве начался скандал. Говорит, и что, у нас премьера в Барвихе. Хуже прошло. Премьера в Барвихе через две недели. Он очень веселый, положительный человек. Нет, парень, он очень талантливый. Это самое главное. И он еще и порядочный, ко всему прочему. Я не знаю, как вы знаете его, но он порядок. Да, нет, он очень... Мы видим себя в Москве постоянно. Вот Витарган, чтобы вы знали. Эмочка, все звали. Вы как приглашающая сторона в Молдаве, но Витарган прилетит тысячу процентов с удовольствием. Он сидит на низком фстанте. То есть те, которых я знаю, и постарше, и помладше, с которыми я знаком, они точно приедут. Потому что он даже готов был... Я в Кишиневе закинул мне как-то, говорит, надо согласовывать. Я говорю, хочешь, вы согласовывайте как угодно. В Бельце, видите, проще. Театр, он не муниципальный, а как бы государственный. Но у нас прекрасные отношения с директором театра. Особенно после того, как я разнес, не знаю, если видел. Там пристроили ресторан 700 квадратов. К театру. Свадебный зал сделали без документов. Я приехал в Молдавию в прошлом году. Его кувалдой разнес этот ресторан за два дня. То есть без документов. Памятник архитектуры. Коммерсанты построили ресторан прямо в фасад театра Василия Александрия. Свадебный зал. Свадебный зал с этими... Стеклопакетами... В Бельцах, да. Они что, сошлись? Я лично с кувалдой работал полдня. Короче, демонтировал. Когда пришел хозяин театра, мои уже красили стены. То есть мы просто разрушили. Понимаешь? Памятник не местного значения, национального значения фасад театра Василия Александрия пристроить в свадебный зал. Прямо сплощно. Да нет, это смешно просто. Театр... Вот. И... Ихай волонтер. Это очень... Так, пришла его супруга. Пришла его супруга. Пришла супруга Панзару. Да, говорит, сможе. Вышел директор театра. Директор театра вышел. То есть они замуровали окна директора театра. Ну, потому что там был выход в этот... То есть сделали вип-банкетный зал. То есть зал на 250 человек сделали из центрального входа в театр. Сейчас, когда прийти вип-бельце, увидите уже, все покрашено белый цвет. Ну, короче, я его демонтировал, сказал, пусть идут, подают на меня. В суд или пишут прокуратуру, что я незаконно разрушил здание ресторана. Хотя они не имели права даже цвет фасада трогать, но так как это исторический памятник. Вот. И у нас, когда какие-то мероприятия, мы просто заключаем договор с театром. Ну, если не вписываемся в формат кинотеатра. Может, Абитарганов сказал, он на спектакле на две недели приезжает. И он говорит, слушай, даже не... Тем более, что... Ну, Бельцах у нас по-другому. У нас по-другому. Вот Кишинев и Бельца. Да, Кишинев наша столица, но Бельца у нас не важно. В футболном стадионе, Федерация футбола говорит о том, что, послушайте, как можно каждый раз собираться там 3-4-5 тысяч человек. Именно просто на простые матчи. Кишинев, никто не ходит. Театр в Бельцах. Кинотеатр, я сейчас борюсь. Я веду переговоры с теми, кто его выкупил. Там менялись собственники. Сейчас собственник кинотеатра Бельца компания Макдональдс. И я им сказал, что я готов им дать землю под Макдональдс в другом месте, потому что они хотели демонтировать кинотеатр. А он советский. Я с Фалеша туда еще ездил ребенком. Там Центральный Фонтан, ДК, и театр, и кинотеатр. Но они молодцы. Они идут на встречу. Они готовы его... Там же нарушится площадь. Наручится... Послушайте, это никого не интересовало, к сожалению. Но они идут на встречу. Они говорят, дайте место в другом, и мы кинотеатр готовы продать городу или обменять на землю. То есть они не идут по принципу. Нет, сносим и так далее. И там зал идеальный. Зал... Единственное, что там украли, сам этот... Не DVD проигрыватель. Ну, я имею в виду сам... Проектор. Не, не проектор. Проектор есть. Короче, я забыл, как называется. В общем, сам... Да, наверное, он... Да, плеер, но он как-то по-другому. То есть проектор, экран, все в идеальном состоянии. Плюс экраны современных, мне подтвердили. Акустика в идеальном состоянии. Там были перешиты... Я имею в виду сами сиденья. Нет, внутри он выглядит идеально. То есть мне надо там только поменять чуть-чуть кондиционирование. То есть, короче, фасад убрать и можно запускаться. То есть его подготовить две недели нужно, не нужно там... Какая-то... Субтитры создавал DimaTorzok